Это лошадь, которая любит то, что делает, ему нравится прыгать, ему нравится, он очень активный, подвижный. За 4 года занятий в конно-спортивной школе Юлия Старостина вместе со своим напарником Эдемом вошла в сборную Краснодарского края по конкуру. К высоким результатам стремятся и остальные воспитанники, тем более что тренировки в станице Челбасской проходят бесплатно. Для руководителя комплекса и потомственного казака Николая Клименко это главное условие. Как местный атаман все расходы на обучение верховой езде он взял на себя. Спонсор это наше Челбаское казачество, которое уделяет деньги на все соревнования, которые мы детей возим, на закупку товара. Казачье общество имеет в наличии 50 гектар земли, которую мы сами обрабатываем, получаем прибыль с этой земли. Однако, чтобы удержать тренеров денег не хватает, признается Николай Клименко губернатору края. Вениамин Кондратьев сегодня посетил конно-спортивную школу и пообщался с ее воспитанниками. По словам главы региона, на Кубани обязаны поддерживать подобные проекты. Я уже больше 5 человек воспитал детей, закончили институт физкультуры, академию спорта, поработав здесь полгода, год, все уходят, потому что зарплата от 4 до 8 тысяч. Молодежь избегается, и он прав. Молодежь, она тоже хочет жить. Полноценная школа с чемпионами, он говорит, призерами. Ребята, да, участники. Тогда мы должны не то, что полноценно, мы должны взять бремя содержания этой школы на себя. Готовьте программу, хорошую, серьезную, наполненную деньгами программу поддержки конного спорта в Казахском крае. В ходе рабочего визита в Каневской район Вениамин Кондратьев посетил и одну из ведущих в крае ферм. Здесь содержится почти тысяча коров. Это хозяйство в числе первых на Кубани получило так называемый еврономер, что дает право поставлять молоко для производства продуктов, экспортируемых в Европу. А вот собственная переработка или нет? Нет, это просто на данном этапе, когда мы концентрируем все свое направление именно на производстве молока. То есть расширяем площадку, улучшаем качество молока и эффективность использования животного. Скажите, как будет объем сформирован? То есть в пределах хотя бы 200 тонн, сутки, 300 тонн, так далее? Надо ставить планку, если мы ее будем ставить, и они будут ставить. Конечно, они к ней придут, но амбициозные цели должны быть. Надо стремиться, надо быть активнее, максимально идти на расширение поголовья, молоко с еврономером, переработка и все. И пытаться, конечно, зайти на европейский рынок. Чтобы завоевать новые рынки сбыта, у хозяйства из Каневского района есть все возможности. Уровень производства не отличается от крупнейших сельскохозяйственных холдингов. В режиме реального времени с помощью датчиков в компьютер поступает вся информация о состоянии коровы. Дневной натрой у нас составляет за последнюю неделю 35, сейчас 32 в среднем. Но это еще не все дойки. А на одну голову? Это на одну голову, да. Минимально корова дает 2,8, максимально дает 69,2. Это, в общем, отчет для управленца. Это не ферма, это фабрика, фабрика по производству молока. По сравнению с тем, которые фермы есть на Кубани. Мы все должны стремиться к такой ферме, современной, которая позволяет делать экономику. Формулу успешной экономики нашли и на другом предприятии. Михаил Артамонов уверяет, его мебельная фабрика – одна из ведущих в России по объемам производства подлокотников для диванов. Узкая специализация позволила занять свою нишу на рынке и успешно конкурировать с иностранными компаниями. Я прошел здесь и удивился. Это малый бизнес, это малое предприятие. Но активность такая, как будто я нахожусь на большой фабрике. И на малом предприятии находятся итальянские станки. На малом предприятии. С нашими кубанскими операторами. Коллеги, это же… А мы говорим, мы на малом предприятии. Вот дай бог, чтобы у нас каждое малое предприятие было на Кубани. Друзья, тогда экономика будет просто работать, как швейцарские часы. Многие коневские товары сегодня на российских прилавках под брендом «Сделано на Кубани». Район Вениамин Кондратьев уже на встрече с активом называет одним из самых успешных. Муниципалитет на условиях софинансирования участвует практически во всех краевых программах. Мы максимально стараемся создавать условия и для экономики, и для благосостояния жизни. И даже фонд промышленности, который будет 500 миллионов краевых денег, 500 миллионов, даже больше. Ну, около миллиарда будет общий фонд промышленности. Это поддержка президента. Благодаря Владимиру Владимировичу нам дали возможность нашему, Краснодарскому краю, создать фонд промышленности. Вот воспользоваться и фондом промышленности, и иными фондами, которые позволяют сегодня делать ту самую экономику и делать жизнь. Работай, только не ленись, как говорится. О стремительном развитии района можно судить и по общему настроению в зале. Жители замечают большинство вопросов, местные власти стараются решать как можно быстрее. А в таких ситуациях, как ремонт дорог, сельских домов культуры или строительстве спортивных площадок, помогать будут из краевого бюджета. Уровень материальной поддержки Каневского района будет не меньше, чем в прошлом году, заявил губернатор. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Каневской район.